К 2025-му Белоруссия и Узбекистан планируют реализовать проекты более чем на 1 миллиард долларов. В перспективе открытие совместных предприятий по производству детского питания, сборке пассажирской техники и тракторов, выпуску дизель-генератора. Также дружественная страна заинтересована в сотрудничестве в сфере науки и здравоохранения. Белорусский авторынок начал год с увеличения продаж. В январе реализация новых машин оказалась в два с половиной раза выше, чем в начале 2023-го. В лидерах по сфросу традиционно китайские авто, которые собирают в Синеокой. На их долю приходится 64% рынка. По прогнозам экспертов, в последующие месяцы продолжится рост объёма продаж на фоне прихода новых брендов. В Бобруйске проходит республиканский молодёжно-информационно-просветительский проект «Паштоукобел». Каждый житель до 21 февраля может заполнить почтовую открытку с календарём на 2024-й приглашением на предстоящие выборы и бесплатно отправить любому адресату в Белоруссии. Для повышения безопасности участников дорожного движения на светофорах Бобруйска устанавливают светодиодные ленты, которые дублируют свет сигнала электронного регулировщика. Ноу-хау будет привлекать внимание водителей и пешеходов даже при ограниченной видимости и плохой погоде. Инновационная система уже появилась на Минской проспекте строителей Гоголя. 15 февраля в 10 часов на пересечении социалистической и интернациональной пройдёт возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Митинг посвящён и Дню памяти и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.